Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну да, пушка-то на самом деле не особо хорошая, вот этот Смит Вестерн-10, ну такой он, он слабоватый, да и патронов нам мало дали, но в принципе она нам не особо-то ей должна понадобиться, так что чё нам беспокоиться. И теперь пойдём к Ральфу за машиной. Так, поговорим с Ральфом. Привет, Ральф, у нас с парнями есть работа, нужны колёса. А, да, Томми, у меня есть ещё одна крошка, около сорока лошадиных сил, делает почти шестьдесятный час. Ну что ж, давайте посмотрим на эту машинку-то. Так. Ну вот и она, собственно. Ничего особенного, но ездить можно. Открыть её легко. Возьми эту штучку, воткни вот сюда. Слегка поверни, когда щёлкнет, открывай. Интересно, как он руками ковыряется в машине. Это просто как два пальца, спасибо, Ральф. Ну вот двумя пальцами он, похоже, и взломал эту машину. Да уж, по-настоящему мастер взломывания. Эта машина очень-очень сильно похожа на наше такси, которое было. Так, теперь давайте подождём пока Поли и Сэм прибегут сюда и сядут в машину. Давайте быстрее, ребята. Так, отлично. Ну что ж, поехали теперь. Сейчас выйдем, будет загрузка, но я её как бы вырежу. И мы дальше уже сразу поедем. Так, давайте развернёмся тут аккуратно. Так, так, так. И пойдём. Ладно, первым делом в ресторан на центральном острове. Ну что ж, как сказал Поли, мы едем для начала в ресторан на центральный остров. Туда дорога не особо-то и долгая, но и не очень близкая. Так, здесь я сейчас буду как можно сильнее сокращать путь. Вот видите, я даже еду не по компасу, вот как он показывает, а немножечко по-другому. Ну это всё, чтобы время поменьше тратить. Как всегда я еду с этим ограничительной скоростью. Вот мы сегодня пойдём в три места. Первое место это вот этот ресторан на центральном острове. Второе и третье, я пока не буду рассказывать, что. Но одно из мест это вот будет мотель, насколько я помню. Или что это, или ресторан. Кажется, мотель, да, мотель, о котором говорил Сальери. То, что там в прошлый раз не доплатили им, не заплатили денег, не было у хозяина. Поэтому в этот раз они заплатят немножечко больше. Ну что ж, надеюсь, не зажелобится хозяин, не заплатит. Иначе нам придётся хозяина убрать. Так, мы в принципе уже почти приехали к первому месту. Давай сейчас вот здесь развернёмся. На таких небольших скоростях. И вот впереди я уже вижу это здание. Куда мы, где мы должны остановиться. Так, вот, вот, наш цель. Вот он. Да, вот, мы приехали. Давай, Поля, иди собирай дань. Ну, давай только побыстрее как-то. А, ты всё шагом. Вот, к машине бегом бежал, а туда шагом. Что ж, теперь будем сидеть вместе с Сэмом наедине. Они, я так посмотрел, вообще ни о чём не разговаривают. Это как раз такое неловкое ощущение, когда ещё не знаешь человека, и с ним ни о чём абсолютно поговорить. И просто сидите. Ну, что ж делать с Сэмомом вообще просто водитель. Это лучшее, что он умеет делать, насколько я знаю. Да и машина прямо такая. Похоже очень. Так, ну где же там наш Поли? Кажется, вот он уже выбежал по звуку, я слышал. Или нет, или это всё, это люки. Вот сейчас он должен уже подойти. Так, вот он прибежал. Обратно бежит бегом. А теперь в Хобокин, в Бар Помпеи. Шагом. Так, теперь едем в Хобокин, в Бар Помпеи, как сказал Поли. Туда дорога уже чуть-чуть подальше будет немножко. Сейчас мы поедем через уже всем известный нашумевший, как всегда, мост Джулиана. Вот, я не знаю, это, пожалуй, самый вспоминающийся мост в игре, потому что на нём пасхалочка потом одна будет, ну, в одной из следующих частей игры. Да и вообще. Ну что ж, давайте. Вот так. Неохотно машина поднимается по мосту. Я всегда боялся то, что машина может... Ну, на самом деле, так у меня и случалось, то, что машина на небольших скоростях, она просто начинает скатываться обратно, тормозит и скатывается обратно. Но вообще, для того времени эта машина довольно быстрая. Потому что раньше же, сами понимаете, не могло бы никаких там супер навороченных там ламборджини и всего такого. Так, мы уже практически доехали в этот бар Помпеи. Сейчас опять будем ждать, пока Поли будет собирать дань. Давайте доедем уже. Где же это место? Вот, кстати говоря, вот видите, впереди там, куда рельсы уезжают дальше, ну, для метро. Вот там тоже есть дорожка, по которой впоследствии мы будем тоже ездить. Такая... Это вообще, на самом деле, не дорога, а просто, как бы, спуск такой, который огражден. Но мы через него будем ездить. Он заметно сокращает время. Вот когда у вас время, там, совсем уж поджимает-то. Ну, что ж. Сколько же еще нам осталось ехать? Я же сейчас просто уже записываю звук после того, как снял, потому что это, на самом деле, удобнее. Ну, когда снимаешь и разговариваешь, особенно в такой игре, это отвлекает все. И поэтому вот в первой части лаги из-за этого еще побольше были. Да и вообще, я врезался часто. А тут, видите, ни разу не врезался. Ну что ж, давайте уже. Реально длинная дорога. Но это еще не последняя цель, да только предпоследняя. Что ж. Вот, мы подъехали. Давай, тормозитом. Прямо так. Ну, давай, Полли, мы тебя опять подождем в молчании. Так, давай, уходи. Как-то я не особо удачно припарковался. Прямо на дороге, а не на парковочной полосе. Ну да ладно. Так, давай, Полли уже поскорее возвращайся обратно. Потому что мне реально как-то не особо приятно сидеть вместе с Сэмом, потому что я знаю, что он потом в будущем сделает, сотворит. И поэтому мне неприятно об этом даже думать. Ну да ладно, пока что он наш друг. Будем просто сидеть. Вот, Полли приближал. На зале была не слышна звуки. Мы едем в загородный мотель Кларка. Ага, едем теперь в загородный мотель Кларка. Вот как раз вот туда, за город даже мы едем. Это самое дальнее место, куда мы поедем. Это вот как раз то, о чем говорил Сальери, где нам не заплатили. Будет наше последнее место, куда мы поедем. И надеюсь, все пройдет гладко. То, что они не посмотрят на то, что это за городом. То, что их там полиция никакая не достанет. И отдадут нам спокойно деньги. Но если не отдадут, то придется из них их выбивать просто. Как раз для этого нам и послужит наша пушечка. Которая такая уж слабая. В которой вот как раз 6 патронов, только одна обойма уйдет на одного человека, думаю. Что довольно вообще странно для какого-либо оружия. Да и для человека то, что прям стальной такой человек. Раньше все было по-другому, как говорится. Вообще просто ехать здесь и вот приятно смотреть на все это. На всю эту местность. Даже это какого ж года все. 2001 или 2000. Ну или 2002, я не знаю точно. Но все это реально красиво сделано. Вот тут какие-то работы ведутся. Дорога поломана. Так, мы уже вот как раз за город выехали. Здесь уже, видимо, трасса пошла такая. МКАД, можно сказать. Здесь же не особо много ехать. Она очень похожа на такую. Для гона к дорогу. Не знаю почему. Вот так мне кажется. Еще вот под эту музыку веселую. Мне нравится ездить. Вон, спереди машины стали появляться неожиданно. Так, сколько же нам еще ехать, интересно. Вроде немного осталось. Здесь, в принципе, я мог бы уже и снять, и ограничить скорость, поскольку меня здесь уже никто не должен запалить. Никакая полиция. Но я что-то тупанул. И до сих пор остался с ним ездить. Так, просто ехал, ехал, ничего не замечал. Так, сколько же нам еще ехать? Просто можно пока ехать и слушать музыку. Так, что-то я немного тормозить начал. Вот он, вот. Я вижу уже этот мотель. Да, кажется, это он. Кажется, кажется... Да, вот он. Посмотрим ролик пока что. Давайте. Подожди нас здесь, Том. Мы скоро будем. Ладно. Пошли. Пошли. Сука! Сука! Поблюдки! Том, меня подстрелили. Больно! Боже мой, Полли! Передай Сальери, что теперь это наше место. Копишь? Еще раз здесь появишься, будешь выглядеть еще хуже, чем твои друзья. Вытащи Сэма. Не хотят выбить из него информацию. Вытащи его оттуда. Тебя надо отвезти к врачу. Это подождет. Достань Сэма. Не пыльная работа, мать ее. Ну вот, как видим, нас обманули. Давайте для начала прострелим колеса вот этой машине. Потому что потом нам предстоит погоня. Вот так. И последнее к лесу. Здесь уже орудует банда Морелла, мафия. Они захватили это место, и нам надо его как бы отбить сейчас. Вот. Нам все-таки пригодился наш пистолет. Сейчас начинается самое интересное. С такой самой экшен, можно сказать. Как раз мне нравится это очень. Давайте здесь паркур начнем. Вон там собака бегает. Давай, залезай. Сейчас вот зайдем сюда. И здесь мы сейчас отберем нормальный пистолет вот так. Так, прости, не успел ты сходить в туалет. Вот. Вот, я уже однажды говорил об этом автомате, то, что здесь он валяется. Он нам здесь как раз очень хорошо пригодится. Вот. Прибежали уже. Давайте сейчас подождем, пока они сами выйдут. Потому что соваться просто оттули вам не стоит. Потому что это вам не пойдет на пользу. Если вы не хотите умереть, конечно, и заново проходить эту миссию. Так, давайте спустимся аккуратно. Все будем делать аккуратно. Так. Так, так, так. Здесь полно народу сейчас. Сейчас ощущение создается как будто вид от первого лица. Правда, не особо прикольный вид от первого лица даже. Вот патрон мы почти уже истратили. Давай. Вот так. Четыре патрона у нас осталось. Вот, патроны кончились. Беда. Так, берем наш Смит Вессон. Вот эту фигню, как я и говорил. Не шесть, а пять патронов на человека пришлось. Что ж поделать. Вот какой-то мужик в майке-алкоголичке. Как говорил уже старинам Эдисон. Или как он там? Я уж не помню, что не говорил. Вот, мы подобрали патроны. Давайте побежим. Вон Сэм наш лежит. Так. Вставайся, все кончено. Здорово, они тебя обработают. Пойдем. Да, ух. Ничего, ничего, ты будешь в порядке. Кто тебя соберет, будешь как новенький. Ты же у нас крутой. Вот дерьмо. Ни хрена себе вот это ударил. Мужика, амбал какой-то старый, жирный, яница какой-то. На которого, блин, патронов до хрена потратил, честное слово. Подойдем к Сэму. Ну вот, сейчас я отведу тебя обратно. Все будет в порядке. Не дергайся, я дышу, я дышу тебя свинцом. Что ж такое, не дают нам спокойно вот уйти. Только попробуй. Ты не пройдешь мимо меня. Спокойно, братан. Только не дергайся. Все в порядке. Уходи. Нет проблем. Давай, давай. Только попробуй. Да я понял тебя, уходи, уходи. Наши бабки. Лови его. Да ладно, Сэм, я же на самом деле, я же не такой уж и тупой, чтобы не понять, что у него наши деньги. Сейчас, к сожалению, придется нам оставить всех наших. И поедем, погонимся за ним. Давай. Колымага. Уф, уже нам в последний раз. Надеюсь, их вообще не в последний. Как видим, если бы... Он, видите, сейчас и так достаточно быстро едет. А если бы у него не были прострелены колеса, то мы бы его вообще... Вряд ли бы догнали. А сейчас он, видите, будет колыхаться, копошиться. Нам бы самим пришлось ему все простреливать, колеса и все такое. А так мы его довольно быстро сейчас догоним. Так, машина у него вон какая, блин, офигенная такая. Она потом у нас в гараже тоже появится на нашем распоряжении. Вот, мы почти его догнали. Давай сейчас его будем прижимать. Ох ты, лишь бы нам самим сейчас не врезаться. Давай, давай, давай. Тут как раз идет... Этот... Как его? Не склон, а, короче, в гору мы едем. Так вот, все, все, все. Мы его прижали. Давай, вылезай, Томми. Так, хорошо. Все, стреляй, стреляй, стреляй. Понимаю, отлично. Интересно, что будет дальше. Все, миссия завершена. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Bossman22. Всем удачи и пока, до завтра.